Редактор газеты МГ читает газету МГ. Всё бы ничего, вот только редактор бывший, да и газета не настоящая. Жителям 23-го микрорайона и района МЖК в ящики положили газету, которая не выходит уже четвёртый год. В период выборов всегда что-то появлялось. В общем, я бы это назвал устаревшими приёмами политических технологий выборных. Это уже давно пройденный этап, были времена, и все, наверное, помнят, когда и газеты с одинаковыми названиями, совершенно противоположными содержаниями появлялись, вот те самые грязные выборные технологии. Этот печатный летучий голландец очень похож на предшественницу, тот же шрифт, такой же заголовок. Но никаких планов возобновлять выход бывшей комбинатовской многотиражки МГ расшифровывается как металлург, он у МК нет и не было. Как нет и не было подписей под материалами о блестящих перспективах региона. Видимо, над номером, отпечатанным на дорогой бумаге, трудились очень скромные авторы. В спальных районах Липецка уже давно ничему не удивляются. Как выборы, так вечно что-то непонятное в почтовых ящиках. Газеты-перевёртыши, листовки, в которых кандидат оскорбляет сам себя. Газеты без выходных данных. Похоже, это становится уже любимым приёмом липецких политтехнологов. Кто особенно настрадался от анонимной агитации, так это липецкие коммунисты. Ещё в 2011 году они просили прокуратуры найти авторов газеты «Выбор.ру». Там, опять же, некие скромные люди без подписей и выходных данных не стеснялись печатать, например, интервью, которые никогда не давались. Содержание газеты признали оскорбительным. Но вот найти оскорбителей тогда у силовых структур не получилось. Не выяснили даже, где газету печатали. И вот коммунисты уже на пороге нынешних губернаторских выборов, забирая из липецкого издательства собственную газету, наткнулись на целый тираж старого знакомого издания. Это гадость, это, извините, грязь, скажем так, сошла им с рук. И куда бы мы ни обращались, я уж не говорю о такой мирной организации, которую руководит Юрий Иванович Алтухов. Это областная избирательная комиссия, которая прищуривается и говорит, а тут ничего нет, а мы ничего не знаем. Сейчас коммунисты готовят иск в Верховный суд из-за предвыборных нарушений в Липецке. Николай Разворотнев, незарегистрированный кандидат на эти выборы, уже считает их нелегитимными. На этом фоне клон давно закрытой газеты избирательную кампанию губернатора просто дискредитирует. Сколько бы ни вкладывалось усилий в газеты «Призраки», жители микрорайонов все равно поступают с ними по собственному разумению. Календарь лунный собрала, взяла, и православный календарь собрала. Вкладывай как муклатую, и все. Я не читаю предвыборные газеты. Мне не интересно. Я не пойду голосовать. Так что можно ли заработать политическую репутацию или лишние голоса с помощью таких газет – вопрос спорный. Обычно единственное, кому удается заработать на таких изданиях – это те самые скромные анонимные авторы. Вероника Баскак, Валик Голобоков, Вадим Гапанчук. ДВК Новости.